Интернет это огромное виртуальное пространство, где любой желающий может узнать что-то новое, поделиться чем угодно, а также завести знакомство. Кто-то выкладывает в интернет видео и картинки, кто-то музыку, а кто-то интересные загадки, ставящие в тупик огромное количество пользователей. И поскольку случается это довольно редко, такие события привлекают к себе большое внимание. С вами канал ТОП ХАЙП и в этом выпуске мы расскажем вам о самой интересной загадке интернета. Погнали! Цикада 4 января 2012 года на сайте 4chan был размещен пост с картинкой и подписью. Привет, мы ищем лиц с высоким интеллектом. Для этого мы разработали тест. В этом изображении есть скрытое сообщение. Найдите его и оно покажет вам, как найти нас. С нетерпением ждем тех немногих, кому удастся пройти весь путь. Удачи 3301 Это было первым известным посланием от Цикады 3301, таинственной организации, публикующей головоломки в интернете. Вслед за публикацией, Цикада выложила первую серию головоломок, которая продлилась около одного месяца. Впоследствии были опубликованы вторая и третья серия головоломок соответственно, каждая из которых была сложнее предыдущей. Эти посты привлекли внимание большого количества пользователей. Именно поэтому организация Цикада 3301 получила большую популярность, а их загадки стали самыми интересными во всем интернете. Какими же были сами загадки, и в чем их смысл? И главное, кто на самом деле публиковал их в сеть? Давайте попробуем разобраться. 2012 год Поскольку история Цикады началась в 2012 году, стоит начать именно с этого временного отрезка. Первоначально никто из пользователей не понимал, как обнаружить скрытое сообщение в обычной картинке. Однако вскоре находчивый юзер предложил открыть файл в текстовом редакторе. На удивление, это не было бессмысленно. Картинка превратилась в текстовый файл, в котором юзеру удалось найти единственное осмысленное сообщение с таким текстом. Фактически, оно переводилось как «Тиберий Клавдий Цезарь говорит», и дальше следует набор символов. Как оказалось, это был код Цезаря, один из самых простых и наиболее широко известных методов шифрования. В этом шифре каждый символ в открытом тексте заменяется символом, находящимся на некотором постоянном числе позиций, левее или правее него в алфавите. Поскольку «Тиберий Клавдий Цезарь» был четвертым императором, юзер предположил, что текст необходимо смещать на четыре символа назад, и не ошибся. Он расшифровал послание и в результате получил адрес сайта в интернете. Впоследствии об этом узнали и другие пользователи. При переходе по расшифрованной ссылке пользователи наткнулись на изображение утки, рядом с которой было написано «Упс, просто заманиваю сюда. Похоже, вы не смогли догадаться, как извлечь сообщение». Казалось бы, всё кончено, однако издевательская надпись была вставлена не случайно. В ней крылась ещё одна подсказка. Здесь не зря написаны слова «GES» и «OUT». Это перевёрнутое название стенографической программы «OUTGES», позволяющей выявлять данные, которые скрыты в обычных цифровых изображениях. Прогнав картинку суткой через данную программу, пользователи получали последовательность цифр с пометкой «Это книжный код». Также они получили ссылку на один из субреддитов реддита, где пользователя встречал код из цифр, который состоял из цифр, использовавшихся в древности индейцами майя, а также зашифрованные строчки и картинки с надписями «Добро пожаловать» и «Проблемы». Возможно, вы уже догадались, что здешние картинки также могли быть расшифрованы через вышеупомянутую программу «OUTGES». В каждой картинке было скрыто по сообщению. После расшифровки первой картинки пользователи читали следующий текст. «Ключ всегда был перед вашими глазами. Это не поиски священного Грааля. Перестаньте всё усложнять. Удачи!» 3301 Вторая же картинка гласила, что цифры майя были ключом к расшифровке строчек. Смекалистые пользователи догадались, что здесь вновь использовался шифр Цезаря. После очередной дешифровки юзеры получали отрывок из поэмы о короле Артуре, входящий в состав средневекового валийского сборника повестей «Мабина Геон». Дело оставалось за малым. Нужно было лишь применить к расшифрованным строчкам книжный код, дававшийся ранее. В результате юзеры получали уже адекватный текст следующего содержания. «Позвоните нам по телефонному номеру». И далее следовал номер. Юзеры, которым удалось дойти до этой ступени, начали звонить по указанному номеру. На этом конце провода был автоответчик, который говорил следующее. «Очень хорошо, вы справились. Три простых числа связаны с оригинальным изображением. Final JPEG 3301 – одно из них. Вы должны найти другие два. Чтобы перейти на следующий уровень, перемножьте эти числа между собой и добавьте точка ком. Удачи. До свидания». Выяснилось, что размеры оригинала составляли 509 на 503 пикселя. Оба этих числа как раз простые. Таким образом, оставалось лишь перемножить полученные данные и добавить домен верхнего уровня. В результате получался следующий адрес. Вбив его в браузерную строчку, пользователь видел перед собой изображение цикады и счётчик с обратным отсчётом. В изображении вновь была спрятана подсказка. На этот раз последняя в первом этапе. Она также представляла собой зашифрованный текст, который гласил. «Вы хорошо постарались, чтобы зайти так далеко. Терпение – это добродетель. Верните сюда в 17.00 в понедельник, 9 января 2012 года по всемирному времени». После того, как отсчёт прекратился, сайт обновился. И в изображении цикады было скрыто уже другое сообщение, содержащее 14 GPS-координат разных точек на планете. Масштаб поразил даже самых невпечатлительных юзеров. Точки были разбросаны от Калифорнии, Майами и Аризоны до Варшавы, Сеула и Сиднея. Точками оказались уличные фонарные столбы, к которым был прикреплён плакат с изображением цикады и QR-кодом. Участникам испытания предлагалось расшифровать очередной книжный код, который приводил ещё к одному адресу в пространстве Тор. Но несмотря на то, что адрес нашли, многие пользователи почти всем им писали. «Нам нужны лучшие, а не последователи». Сама организация Цикада 3301 объявила об окончании испытаний через несколько недель, написав на родите следующее сообщение. «Привет, мы нашли тех, кого искали». Так наше путешествие длиной в месяц заканчивается. Пока. 2013 год Это была первая серия головоломок. Но, как вы помните, в начале ролика мы говорили о том, что таких серий было целых три. Вторая серия была запущена ровно через год после первой, 4 января 2013 года. Организация Цикада опубликовала картинку с надписью в том же стиле, что и в 2012. Надпись гласила. «Снова здравствуйте. Мы продолжаем искать интеллектуалов. Первый ключ спрятан в этом изображении. Найдите его, и он покажет вам, как нас найти. Ожидаем тех немногих, которым удастся пройти весь путь. Удача 3301». Поскольку юзеры уже знали, что делать, они прогнали картинку через программу Аутгеса, получили новый книжный шифр. На этот раз он указал на книгу закона. Произведение известного оккультиста и черного мага Алистера Кроули. Расшифровав послание, пользователи получали доступ к 130-мегабайтному архиву на хостинге Dropbox. В архиве хранился образ загрузочного диска Linux, который после загрузки выводил на экран последовательность простых чисел. Помимо головоломок, предложенных в первой серии, пользователям пришлось столкнуться с загадочными MP3-файлами, аккаунтом в Твиттере, рунами, адресами в сети Tor, а также новыми GPS-координатами, которые вновь были разбросаны по всему миру. На этот раз добавились такие города, как, например, Москва и Акинава. Те, кто успешно прошел всю серию испытаний, получали предложение о создании нового анонимного почтового ящика и PGP-ключа. Также им предлагалось загрузить эти данные на сервер организаторов. 2014 и далее. Наконец, третья серия головоломок была опубликована 4 января 2014 года, через год после предыдущей и через два после первой. Правда, на этот раз ее выложили на портал Imager, а также в Твиттер. С этого года начали появляться последователи и подражатели ЦКД 3301, которые стали выкладывать головоломки, утверждая, что они выкладывают новый ключ головоломки. Однако, таких подражателей быстро разоблачали, поскольку их картинки не содержали цифровую подпись, либо были подписаны неверными ключами. Так или иначе, новая головоломка опять представляла собой черную картинку со скрытым ключом и написанным поверх нее текстом следующего содержания. Здравствуйте! Узрите богоявление! Ваше паломничество началось! Просвещение ждет! Удачи! 3301! Далее шел уже знакомый ряд испытаний, которые удалось пройти лишь немногим. В 2015 году новых головоломок не было. Новое сообщение было опубликовано в Твиттере 6 января 2016 года, но не содержало головоломку. В 2017 на приложении Pastebin было найдено новое сообщение с верной PGP-подписью. Остерегайтесь вложенных путей. Всегда проверяйте подпись PGP. В чем смысл и кто за этим стоит? Думаю, вам интересно было послушать рассказы об этих испытаниях. Осталось только несколько вопросов. Во-первых, в чем был смысл таких головоломок? И во-вторых, кто их создавал? Эти два вопроса неразрывно связаны друг с другом, поэтому лучше начать со второго. Есть несколько теорий касательно того, кто представляет организацию ЦКД 3301. Согласно первой, это группа хакеров. Эта версия хоть и выглядит очевидно, но не принимается многими людьми. Согласно второй, ЦКД 3301 – это группа продвинутых программистов, которые с помощью серии головоломок искали по всему миру людей, способных помочь им в их деле, например, в разработке новых систем безопасности. Пожалуй, эта версия более подходящая. Ведь действительно, для создания усовершенствованных систем кодировок и безопасности нужны опытные специалисты, которые способны справиться с заданием любой сложности. Но если ты справился с испытаниями ЦКД, то наверняка сможешь помочь программистам в решении трудновыполнимых задач. Наконец, есть третья версия, согласно которой ЦКД – это проект спецслужб по привлечению к сотрудничеству талантливой молодёжи. В пользу этой версии говорят масштабы игры, отметившиеся почти на всех континентах. Впрочем, это единственный аргумент, который легко опровергнуть. Ведь не исключено, что члены ЦКД разбросаны по всему миру. А значит, что им не составит труда организовать даже масштабную операцию. Ну и напоследок, чтобы избавить вас от всех сомнений, приведём ещё один аргумент. В конце 2012 года один из победителей испытаний заявил, что ЦКД 3301 занимается разработкой приложений для анонимного и безопасного общения в сети. Так что вторая версия представляется наиболее вероятной. Так или иначе, организация ЦКД 3301, которая до сих пор остаётся полностью анонимной и таинственной, действительно удалось впечатлить мир, создав одну из самых сложных и интересных загадок за всю историю интернета. Ну а в комменты напишите свою собственную загадку, а другие подписчики попробуют её решить. А также, если вам было интересно, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.